Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители! С вами Скудер, канал Ни Слово Об Играх, и мы продолжаем с вами проходить Dune 2 The Battle for Arrakis. В прошлой серии мы с вами одолели первую миссию, ну, закончили на этом, и в этом мы продолжим. Вторая миссия уже более сложная, там уже надо будет воевать. Вот, кстати, на неё код Spice Saber. И тоже, как я вам говорил в первой серии, в коде на миссию 2 у всех есть слово Spice, да? У Харконинов это будет Spice Satir, вот. Ну что же, продолжаем. Вторая миссия. Активность войск Атридисов в этом регионе доставила нам немало поводов для беспокойства. Картель просит тебя разобраться с этой проблемой. Мы не можем позволить мифической идее честной игры помешать нашей конечной цели, захвату этой планеты. Ну вот, видите, он типа в кавычки взял честные игры, хотя Атридисы действительно, они благородные ребята. Вот, ну естественно, Ордасы не могут поддаться на это, и мы сейчас поддадим под зад этим самым честным Атридисом. Совет. Для успешного выполнения миссии тебе будут нужны машины, выпускаемые на фабрике. А, да, кстати, в первой миссии Ордасы, по-моему, единственные, у кого есть машины. Машины трехколесные. А, нет, у Атридисов и Ордасов есть. Да, Атридисы и Ордасы используют. А у Харканенов у них только эти, блин, трупперсы. Одиночные причем. Так, ну ладно, погнали. Миссия 2 против Атридисов. Так, вон на том кусочке, наверное, будем воевать. Музыка, конечно, музыка шикарна. Так, я не очень помню, откуда здесь будут нападать, но, судя по карте, это где-то сверху и, скорее всего, немножко слева. Так, здесь уже появятся черви, черви, и здесь уже карта большого размера. То есть, в первой обучающей и в первой самой миссии были малого размера карты. Здесь уже полноразмерная. Абсолютно полноразмерная карта. Таковая, собственно, которая будет во всех оставшихся миссиях. Ни больше, ни меньше. Смотрел тоже, ностальгия иногда поигрывала, да, в одном месте. Я смотрел на ютубе прохождение каких-то других блогеров, и некоторые реально не знают фишек игры. То есть, не знаю, они, возможно, в детстве не играли и решили, допустим, только сейчас как-то к игре приобщиться. И, например, некоторые не знали, что можно юниты собирать здесь все-таки в отряды, скажем так. Не так, конечно, как это в последующих стратегиях, но... Так, здесь червяк будет в начале, по-моему. Пока у нас стоит один завод хорвестерный, один, нам, если у нас сожрут хорвестер, нам его всегда будут подвозить. То есть, без хорвестера, ну, остаться мы не можем никак. Один всегда подвозят. Если поставить второй завод хорвестерный, то оба сожрут хорвестера и привезут только один уже. А в этой миссии мы пока еще строить хорвестеры не можем. Поэтому пока я ставить, наверное, завод второй не буду. Я поставлю вот здесь рядом танковый сейчас. Да. И в нем пока не будет здесь еще в этой миссии. Нельзя. Покупать хорвестер. Появится только в следующей миссии. Соответственно. Так. Хорвестерный у нас будет вот здесь второй стоять. Тогда надо вплотную ставить. Я ставлю всегда заводы вплотную, потому что тут искусственный интеллект достаточно тупенький. И... А, видите, пока нет аутпост. У нас даже квады нельзя строить. Ё-моё. Так, ладно. Мы тогда сейчас с вами аутпост поставим. Ну, аутпост это радар. И он нам даст тогда вот сюда технологию развития уже джипиков, квадов. Соответственно, искусственный интеллект достаточно тупенький. Он может между зданиями застревать, заезжать, стрелять сквозь здания. И поэтому я предпочитаю, чтобы здания стояли вплотную. Не знаю, кто-то играет. Я опять же вот на ютубе видел, что делает промежутки между зданиями. С одной стороны, да, если, допустим, фабрика у вас стоит здесь, объезжать всю базу не очень удобно. А так шмык между зданиями проехал и норм. Но я нет, я так не люблю. Так, первый отряд у нас пришел. Уничтожить мразей. Ага, вот, все, открылся червь. Сейчас я ему скормлю тогда наших пацанов. Самых таких вот маленьких. Так, труппера оставим. Вот, пускай они... Ну и Харвестер один, наверное, сожрет. Хотя он, наверное, только сейчас открыл. Червяка, да? Сам же Харвестер. Вот он уже летит на всех парах. Жрать нашу пехоту. Ну, вы хоть стрельните, я не знаю. Было бы неплохо, если бы по разу по нему стрельнули. Хотя жизни у него чертовски много. И убить его, кстати, нельзя. Он, ну, как бы он просто... Если жизни у него до половины довести, что нереально, конечно, двумя вот этими пехотинцами сделать в этой миссии. Но если довести до половины, он просто как бы уходит глубоко под землю. Типа в спячку или обижается, просто уходит. Вот. Соответственно... Ну, это он не умирает. Так, вот, уже крупные силы противника приехали. Вот. И сейчас у нас появился здесь, по идее... Да, вот, видите, апгрейд улучшить. Это уже квады. 200 рублей стоит, блин. На первых этапах, конечно, это деньги большие достаточно. Достаточно. Оу-оу-оу-оу-оу. Ты чё, блин, взял, убил? Вот маразота, а. Моего бравого пехотинца взял, уничтожил. Так, ладно, строим. Пока хорвестера что-то не хочет, он есть. Это странно. Достаточно. Какой-то неголодный, видимо, парень. Так, они прям нападают уже достаточно мощной ордой. Так, пацаны. Вы чё стоите? Надо их направлять. Так, а ты чё отвернулся, пацанчик? Так, квадик вот сюда. Ну вот да, он сейчас придётся ему как бы всю базу объезжать. Но они быстрые достаточно, и поэтому... Большой проблемы, я думаю, не будет. Нет, пока я не буду заказывать вторую. Второй джипик. Нет, только не жри! Вот мразь. Есть. Видите, искусственный интеллект достаточно тупенький, и за ним надо следить. То есть за каждым движением, будь то в обороне, будь то в атаке, прям надо менеджментом их очень действий заниматься. Плотно, потому что иначе они будут тупить, твою базу будут разносить, а он будет не в двух, а в трёх вот кирпичиках стоять. Тут, видите, как бы вся карта, она по сути вот визуально вот на такие кирпичи и разделена, на такие квадраты. И, допустим, если машинка стреляет на два квадрата, будет стоять в трёх квадратах, она уже не будет стрелять, а это будет там разносить нашу базу, и всем будет пофигу. Так, сейчас у нас ещё одну привезут партию денег. Вот, поначалу надо, конечно, прям за каждым этим следить. Не знаю, шикарная на самом деле игра, надо понять просто, как в неё играть, раскусить какие-то фишки её. Видите, когда он из трёх отрядного в одноотрядного превращается, ну, в единичную технику, он убегает, очкует, типа, и куда-то шкерится. Ну, сейчас сами, в принципе, начали стрелять, молодцы. Так, начинаем строить джипари. Так, здесь уже на пределе, давайте ещё одну электростанцию воткнём, и надо будет ещё один завод по переработке спайса влупить. Так, 600, да? Да, мы тогда ещё одну машинку построим, она 300 стоит, и 300 же стоит у нас ещё и электростанция. Мне очень не нравится, что червь до сих пор здесь, и, а, вроде бы съел он одного нашего, либо его опять убили. Так, давайте я, наверное, вот этого человечка опять направлю на червя, пускай он браво с ним сражается. Так. Здесь пока ремонтных заводов у нас тоже нету. Так, да б тебя поставить так вот лучше. Да, в принципе, пофиг. Сюда давай. Вот видите, не стреляют. Уже этот по зданию лупит. Харвестер ни разу. Их тоже этих... Ну съешь ты, господи, ну. Ну или харвестер мой съешь уже. Я просто хочу уже поставить второй завод, мать его. Ты мне не даёшь крылья расправить. Так, все машинки у нас целые. Немножко постреляли по главному заводу, но это не беда. Так, фундамент у нас есть. Денег пока нету на второй. Печально. Это печально на самом деле, что вот он лазит здесь. Суету нагоняет только. Зараза такая. Так, харвестер лучше направлять вот на двойной слой. Где? А, это наш там пуляет, да? О, отлично! Отлично! Съел этих тройничок от ридесов. Отлично! Бичиков уничтожил. Наш жив-здоров. Так, и поехал харвестер хавать. Ох, блин, нет, мне жалко. Мне жалко его. В нем уже спайса стока. Нет! 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 Давай! Он прям преследовал. Ух! Вот, кушай. Вот, чувачка. Он для этого у тебя здесь. И вот еще один. Не хочется ему жрать такого мелкого. О! Хорошо. Синего съел или нашего? Опять? А, и все, и ушел на покой. Отлично. Все, возвращайся. Не, не возвращайся. Иди в разведку куда-то вот сюда. Ты уже у меня бравый, побитый жизнью с медалями за отвагу, поэтому можешь погибнуть смертью храбрых. Мы дадим тебе звание героя дюны посмертно. Так, да, я говорил, что лучше направлять харвестера на двойную. Эту они в два раза быстрее собирают, если... Ну, видите, более яркие, где пятна специи. Да, собираем мы, кстати, специю. Спайс, специя. Кто-то песок называет. Что за бред? Какого-то тоже чувака смотрел, проходит дюну, называет песком. Ну, да, типа, приехали на дюну за песком. Своего не хватает. Очень ценный ресурс, блин, песок. Так, 200, да? Все, теперь у нас будет работать два харвестера. И это, конечно, два раза ускорит наше строительство. Ну, собственно, строить я больше ничего не собираюсь. Я человечков использовать даже на ранних стадиях никогда не использовал. Только если нужно что-то захватить, то используешь человечков именно. Ну, так как ай, все, убили нашего. Ну, вот он разведал, что здесь еще есть спайс. Так. Странно, что они агрятся на завод по переработке. Обычно они все нацеливаются на завод по производству техники. Здесь как-то по-другому. Вот, видите, он все, один встал и чухнут. Вот. Короче, да, я за ордосов не буду. Будем, когда играть за тридисов, я там буду использовать бараки и будем строить чечков и захватывать, как я сказал. То есть, будем там играть там благородство, все дела, вот это вот, все. И по... стараться захватить вражеские заводы за ордосов. Я не хочу. И за харконинов тоже не будем этим заниматься. Вот. Потому что это... Ну, так это пустая трата времени. Даже, в принципе, на ранних стадиях игры человечки, они гораздо слабее, чем, например, машинка. А вот. Если не захватывать здания, то они, в принципе, нафиг не нужны. Ну, а на поздних стадиях они вообще ни к чему. Так, ну че, сейчас начнем строить армию и пойдем в атаку. Я в разведку обычно особо никого не отправляю. Я иду, я собираю сразу армию максимально возможную и иду сразу, как называется, разведка боем, да, то есть я сразу примерно знаю, где база, иду туда, открываю и потихоньку начинаю вывозить их охрану. Потом стараюсь найти, где их главный завод, вынести его и там уже постепенно понятно будут и моих там уничтожать, но я подстраиваю еще войска, еще подвожу и все, у меня атака непрекращающаяся. Я не хожу в атаку по одному, по двое, ой, идите разведайте. Зачем это тупо терять время? Ну, в общем, я считаю, это пустой тратой времени. Пацаны, ну, че вы, господи, ну, уничтожить, мать вашу. Так, наверное, я еще одного, обычно у меня в охране четыре стоит, машины, остальное я все в атаку направляю. Так, еще три тачки мы сможем построить. Сюда иди и вот так. Хоп, все, воюйте, пацаны, воюйте. Так, нет, не надо сюда заходить. Так, это у нас уже четыре, сейчас четвертый построится, и еще два, да, соответственно, шесть будет. Ну, я так думаю, где-то штук восемь. Здесь, конечно, жесткое достаточно ограничение на юнитов, ну, понятно, Sega еще не вывозила. Кстати, ребята, напишите мне в комментариях, кто в курсе, кто знает, а была ли Duna на SNES, например, и если была, то чем отличалась или ничем, то есть меня интересует, например, если она была на SNES, больше ли там лимит на технику, например, есть ли там какие-то уникальные здания у кого-то, потому что на самом деле версии-то для Sega достаточно много чего повырезали, портировав ее с ПК на Сешку, но, тем не менее, я в детстве не играл в Duna на ПК, я видел ее в той же Дюне, ну, в компьютерном клубе, играли пацаны в Duna на ПК, но я так пару раз смотрел всего, вот, поэтому особо не знаю, но знаю, что да, там заводов-то было побольше разных, уничтожить, тварь, ну что ты, заезжай, давай, так, так вот, все, да, да, 8 у нас, 8 в атаке будет, то есть, сейчас здесь 6 стоит, едет вот 7, вот 8 построился, парень, и, значит, тут четверо, это у нас 12, 13, 14 видов техники, ну, не видов, а 14 единиц техники, можно, соответственно, откуда он едет, одеет, мигает, ну, что-то нет, а, вот он, вы оба вверху, что ли, ну, ладно, червяка все равно нету, главное сейчас, второго не открыть, на карте всегда, начиная со второй миссии, по 2 червя, ой, куда ты поехал, дуролей, вот опять же, видите, искусственный интеллект, он вот здесь проехал, нет бы по кратчайшему пути, он поехал вот сюда, бля, вот такой искусственный интеллект, в общем, ребят, напишите, буду очень благодарен вам, если кто-то напишет, кто знает, была ли Дюнка на Снессе, на Супер Нинтендо, вот, не хочу гуглить, мне это как-то не очень интересно, мне интересно как-то живо спросить, ну, типа, живое общение, вот, понятно, что можно быстро загуглить, и самому даже поиграть, но я хочу, чтобы кто-то из вас не ответил, кто знает, кто, может, в детстве играл, и тогда, может, я найду, и ознакомлюсь с этой игрой на Снессе, сравню, так сказать. Так, ну, вот у нас 8 единиц техники, 8 джипов, соответственно, вот, видели, я их собрал в такую шеренгу, как бы, да, то есть здесь, как в стратегиях, вроде нету, ты не можешь их обвести рамкой, но можно вот так, теперь, всего одним юнитом управляя, ты управляешь целыми 8, тоже ошибка, многие делают, берут все, вот эти 7, наводят на одного, и это капец, это там, ну, то есть получается такой, ну, юниты путаются между собой, иногда даже вот этот юнит, на которого, на одного все наводятся, он не может потом выехать, ну, в общем, тупят, нет, проще всего один на один, один на один, один на один, вот так лучше всего делать, соответственно, если этого вынесут, они все остановятся, не будут понимать, что им делать, вот, а так, ладно, едем вот сюда тогда, где-то, я так примерно помню, просто я за ордосов играл, гораздо меньше, поэтому и помню, больше, да, и совет всегда оставлять, когда идете в атаку, на заводе, на фабрике техники, соответственно, будет видно, у вас кого-то убили, раз, вот этот вот запрещающий знак спал, вы тут же бэшку нажали, ну, соответственно, я на джойстике играю, поэтому, правда, джойстик не от Сеги, но выглядит как джойстик от 360-го бокса, или от Xbox One, вот, и B нажали, ну и что, ааа, нет, тварь, мразь, нет, нет, давай, 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 вот скотина, вот видите, откры, блин, надо, короче, так, где второй Харвестер, надо только, чтобы один, а, нет, сейчас, ни один нельзя, блин, придется жертвовать техникой, ладно, он одну у меня сожрал, да, машину, ну, тварь, а, скотина, где ты есть, я по карте тебя вижу, что ты тут елозишь где-то, короче, видите, надо менеджментом заниматься, где-то, 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 Харвестер ни в коем случае нельзя, иначе нам, я вам говорю, второй не привезут на замену, уже, все, так, это вот то, что у нас было, оставляем здесь, потому что у меня сейчас охрану перекоцают, где он, блин, вот видите, уже хотел в атаку идти, а тут надо будет опять заниматься на базе, я просто не хочу терять Харвестер, да, не хочу терять ту технику, которая у меня в атаке уже, вот, где он, по карте он белым пятном, вон он, по карте опять вылез, так, езжай, мужик, так, 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 в принципе, много, так, этого давайте я отправлю вот сюда, он у нас забран из бригады атакующей, я не спешу проходить, я не буду, как это, спидранить там, то, что вот сейчас вот это затык случился, ну, случился, да, вот так вот, я хочу играть размеренно и вдумчиво, мы эти убегает, убегает, но это он заманивает скотину, поэтому не агритесь на меня, пожалуйста, если я сейчас вот, типа теряю время, там, воюя здесь червяком, да, пытаясь защитить свои, хорвестеры, блин, ну, так бы, я думаю, делал любой нормальный руководитель, да, так, вот, грохнули, где-то у меня в защите там, воу, красавчики, блин, и видите, он, собака, он не хочет, жрать, вот он опять время тянет, он ждет, пока его раззадорят, что ли, тогда он тоже вот тот первый червь, он здесь это, не сразу жрал, ну, смотрите, уже отняли ему чуть-чуть жизни, может даже, если он будет так тупить, доковыряют его, но, если честно, на ранних стадиях, вот, первых миссиях, пока танки не появились, я такого не припомню, чтобы машинки заковыряли червя, не было у меня ни разу такого, то есть, рано или поздно, он все равно сжирал их, и просто успокаивался, потому что они сейчас еще друг друга, видите, стреляют, ну, одну, смотрите, какой умный собака, так, а, по-моему, если вот так сделать, то он сейчас сожрет кого-то из них, ну-ка, давай, жри, есть, вот, да, перестаешь по нему стрелять, он тут же агрится, давай ешь, блин, последний остался, то есть, он с первой атаки у меня, сгрыз, одну, сейчас вторую, ну, все, еще одна осталась, так, это защиту, ой, бейс андер атак, вообще жестко атакует, конечно, да, да, так, ну, че там, скьюшер, нет, не скьюшер, возвращаемся на танковый завод, так, ты тут че стоишь, блин, можно потихо покопать, чтоб тут деньги были, хотя денег и так, в принципе, много, денег-то много, и хотя нет, стой, короче, и стой, денег много, чуваки воюют, ой, этот не жилец, о, есть, сожрал, да, сожрал, все, 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 начинаем снова копать, начинаем воевать, и так, так, эта машинка в защиту снова, все, все, снова 4 в защите, 8 в нападении, харвестеры копают, погнали, едем, в атаку, так, мне вот интересно, она вот этих вот, в ранних миссиях, потому что иногда еще юниты встречаются, вражеские, не только возле базы, а еще и где-то на расставленной по карте, есть такое, точно знаю, только не помню, за ордосов, или за кого, так, ладно, нападаем, потихоньку, по-моему, вот где-то на этой, на этом уровне, они не сам вверху, у них база, и, кажется, мы уже сейчас нарвемся на охрану, больше червей нету, как я говорил, что здесь по два червя только и все, вот, видите, здесь уже напали на нашего первого чувака, соответственно, мы с этой стороны сейчас подойдем, так, все идут, вот, уже что-то, вот, да, конечно, заколебаемся мы, по одному вот так наводить, но, они зато все здесь рядом уже, и мы не полностью их там наводили, каждого на каждого, подвели сначала к базе всей Аравой, и, раздолбали, на раз просто, их охрану, но теперь уже можно не наводить каждого на каждого, вот у них база, сейчас мы с охраной разделаемся, охрану они не возобновляют, танковый завод их показался, заордосов не буду всех стараться уничтожить, так, ну, этот в атаку, по идее, поедет, ладно, я на него навел, пускай ей там возле базы, возле моей уже разберутся с ним, так, идем на разведку, надо найти теперь главный завод, попутно, да, пускай они воюют, и сносят охрану, заводы какие-то, по которым можно достать, можно пострелять, но главная цель, это строительный завод, вот он, в центре базы, и мы это, привет, вот видите, чем плохо у них база, что каждый завод можно обогнуть, так скажем, и так как искусственный интеллект тупой, вот их машина встала здесь, стреляет, вроде бы в мою, но стреляет по собственному заводу, вот такая же ерунда была бы и на моей базе, так, одну сейчас у меня заминусят уже машину, уже заминусили, вот встроим, сразу, как я говорил, то, что выделен наш главный завод, так, вот дурачок, видите, стоит тоже, шмаляет, вплотную к заводам лучше технику не ставить, потому что, когда они взрываются, эти заводы, они коцают технику, так, там построился у нас джипик, сейчас мы его привезем, так, ну давай вот с этого фланга будем нападать, так, нет, пацаны, стреляйте по главному, что вы, не стесняйтесь, так, эти танковые, ну пускай танковые выносят, правда, их все равно два, у них, что-то у них автонаводка какая-то неправильная, на самом деле, то есть вот, даже если вы на вражеский завод навелись, в жизни, чтобы его посмотреть, нажали Б, хоп, снова на своем танковом заводе, у вас, вот видите, мразь встала, стреляет, тут, вот тоже, скотина, сидит, так, где там, джипик, что-то он не хочет ехать, вон он только выехал с базы, перед на базу, то в принципе, они практически не будут ехать, потому что, ну, практически все будут там оставаться, но, видите, кто-то все-таки прорывается, поэтому, без защиты, я базу все равно оставлять не хочу, а вот, все равно останутся, все равно будем воевать, так, во, они уже танковые разнесли, хорошо, сейчас, давайте, знаете, он стреляет в этого, а мы его обойдем, балин, заколебали, андрички, не, не, вот так встань, видишь, не попадаешь, я мое, в охране кого-то убили, там был ваншотный, так, ну давай электростанцию, долги тогда, так, у них что-то на, наводится на электростанцию, автоматом, и на перерабатывающий, завод, а на главный не хотят, так, все, если взорвать у них outpost, у них исчезнут машинки, они смогут только трайки строить, трехколесные, то есть, тут тоже зависит от того, какая, какие заводы у вас стоят, ну, соответственно, на ИУ противника, и от этого техника, соответственно, доступна или нет, ну, как вот у нас, помните, было в начале этой миссии, пока мы не построили outpost, у нас невозможно было джипики строить, ох, сейчас грохнут, ладно, все, взрывайте, главный завод, так, приехал тоже, чувак, пока еще не отстроились, видите, даже, так, вот приехала подмога, не ставьте технику, вот, на эти пустые, места, где были их заводы, потому что, он спокойно, компьютер может спокойно ставить, заводы на технику, мы не можем, а компьютер может, тоже важно, так, сколько тут, а, я сейчас подставлюсь, нет, давайте-ка, вот так сделаем, стреляю в свои бараки, ах, ты гад, вот, мочи, так, теперь все, теперь он не имеет возможности, ничего строить, и можно теперь его брать, как говорится, тепленьким, без, так, в атаке еще кто-то погиб, сейчас построится, сразу два джипа поедут, на подмогу, так, поехали, ребята, видите, они в основном теперь строят, одних человечков, а, нет, а вот просто мы еще не взорвали, так, сейчас денег их полишаем еще, так, сейчас еще кого-нибудь взорвут у нас, не жилец, вот еще взорвали, лопнул, да ладно, пустей, взрываем танковый, деньги, такое себе, так, где моя подмога, так, взорвал, значит, он у нас, харвестер, ну, стой здесь, сейчас он опять сюда приедет, его привезут, ты будешь тут его караулить, да, хотя ладно, хрен с ним, мы воюем сейчас за ордосов, поэтому, плевать, так, приехали, ага, тут у меня целая ватага скопилась, кстати, одна машинка, что-то так и не уехала, но иногда они тупят, да, иногда они тупят, достаточно сильно тупят, о, о, вернулся, вернулся, смотрите-ка, да, что, что тебе надо, ездить вот так вот, безо всяких-то, короче, много маленьких хитростей, таких, так, все, сейчас, одни человечки, остались у них, поэтому, отскоруем вообще нечем будет, защищаться, сейчас будут отчаянно, вот эти по три стоит строить, это даже не трупперсы у них, а обычные войска, поэтому, ну, не страшно, в общем, для наших джипарей, вот, пришел, блин, давай, шмалять, давайте-ка, оп, чик, добейте уже этого, козленочка, так, я отвожу, я говорю, вплотную к зданиям, не ставьте технику, потому что, она будет страдать тогда, так, откуда у них граната, ох, ё-моё, так, вот эти вот, наверху стоят, которые, их надо вывести из этого, потому что, вот здесь по ним сложно стрелять, а тут уже можно, ну, и все, разбираемся с трупперсами, так, это они бараки, да, а, уже рефайнеры взорвали, ну, и нормально, все, осталось буквально минут пять, дело просто за малым, сколько они, время займет уничтожить оставшиеся здания, и все, вот достаточно крепкое здание у нас, аутпост, вот этот радар, так, технику по-прежнему строить нельзя, так, по трое шмаляют, посмотрим, что у нас там на базе, главное, чтобы у нас там еще не взорвали, ааааааааааааа вот это да, вот я что говорю, искусственный интеллект тут, очень интересный, одна машинка взорвала главный, прикольно, то есть все по сути нас тоже лишили главного завода и дальше одной одним джипиком представляете хорошо что я вернулся сюда вот если бы я всю охрану снял то у меня даже понятие не чем было бы сейчас защитить себя строить нельзя пришлось бы отзывать отсюда кого-то вести вниз туда продолжал пока стрелять но в общем стремно это не оставлять на базе охрану даже с охраной то пролез такая так что интересно тут вот есть разведывающийся разведку пошел самый такой чувак подбитый не все все осталось два три завода но этот не жилец чинят смотрите на денег у них до осталось много потому что я денег их лишил в самый последний самую последнюю очередь скажем так все сразу пол жизни отнялось от взрыва с рядом стоящим зданием вот как они чинят 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 но это уже не поможет так ну и аутпост но это тоже не жильцы абсолютно все все победа очередная но вот эта миссия такая да она не очень сложная как сказать но достаточно длинная потому что начало такое затяжное было из-за двух червей которых мы открыли блин и они еще не желали нашу технику жрать поэтому пришлось потратить время на это но ничего страшного зато победили правда лишившись главного завода но тем не менее эта игра показывает что у нее тоже есть зубки и как бы трейдерсы зря время тоже не теряли обманом обошли мою охрану и с фланга так сказать убили взорвали наш строительный двор вот но в этом я тоже говорил ну что же это была вторая миссия за ордосов надеюсь что вам понравилось ставьте лайки пишите в комментариях есть ли на снесе версия этой самой замечательной игры вот если есть то я найду и постараюсь поиграть вот может быть сравнение какое-то сделаю дальнейшем все всем спасибо за просмотр с вами был как всегда скудер канал ни слова об играх увидимся в следующей серии всем пока пока